Привет, айтишники! Добро пожаловать в Кремниевую долину. Вы на канале ProgBlogTV, и сегодня вы увидите продолжение интервью с Сабриной Алиевой, машин-лёрнинг-инженером с докторской степенью Стэнфордского университета в геофизике. В прошлом видео она рассказала о том, как ей училась в Стэнфорде, как она туда поступила. Ну а сегодня мы поговорим о том, как ей удалось перейти из геофизики в машин-лёрнинг. Она расскажет, как она нашла первую работу. Надеюсь, вам будет интересно. Поехали! Как получалось так, что ты сейчас работаешь в машин-лёрнинг? Расскажи, где там эти точки соприкосновения? Да. Это было приблизительно 4 года назад. Я стала брать курсы в Data Science в Стэнфорде. Диссертация моя связана с огромным количеством данных. И я подумала, что почему бы мне не взять класс в Стэнфорде, который мне поможет обрабатывать эти данные более, я не знаю, умным способом. Ну, в общем, я взяла один курс в Стэнфорде, и оказалось, что это был Data Science. И я просто влюбилась в этот предмет, и с того момента я стала изучать более глубоко этот предмет, и стала брать больше курсов. Два года назад я начала онлайн-образование по машин-лёрнинг. На самом деле в Data Science есть несколько ветвей. Есть Data Analytics, машин-лёрнинг, дип-лёрнинг. Меня больше привлекло на машин-лёрнинг. На тот момент и был машин-лёрнинг. Дип-лёрнинг еще так особо не развит был. Стало больше курсов брать онлайн, не только в Стэнфорде. И там очень много курсов есть на Coursera. Эндрю Инджи, очень знаменитый профессор в Стэнфорде. Приходилось ли тебе как раз-таки с ним пообщаться лично? К сожалению, нет. Он на самом деле очень знаменитый человек. И даже тот курс, который он приспоедует... Есть курс на Coursera, машин-лёрнинг. Этот же курс есть в Стэнфорде. Он немножко более усложнённый, но он его сам не преподает. Он его посредники. У него есть студенты, которые приходят, читают лекции. Иногда он появляется, иногда он может появиться. Но мне не приходилось ему прятаться. К сожалению. А что тебя зацепило в Data Science? Data Science на самом деле такая очень магическая вещь, которые эти алгоритмы, с которыми можно предсказать всё, что хочешь. На самом деле это настолько сильная вещь, машин-лёрнинг. И меня вот это очень сильно зацепило, что вот это будущее. Вот зацепило. Да. Расскажи поподробнее о своих проектах, которые ты... Потому что я видела, что у тебя были проекты именно связанные с Data Science во время учёбы в Стэнфорде. Расскажи о них подробнее, что ты делала. Да, ну вот я упомянула проект вот этот, который я сделала. Он был более Deep Learning. Даже не Machine Learning, Deep Learning. Взяла карты из Google Maps. У меня были данные, по которым я могла выработать алгоритм, который помог бы мне определить, здесь бедная местность или богатая местность. Если кто-то этот проект будет использовать, немножко не точно будет. Организации, которые помогают Африке, детям из Африк. Я подумала, что этот проект им будет как бы на руку, потому что на самом деле собирать данные с третьих стран мира не очень-то приятное занятие. Это даже немножко опасно. И я подумала, что если они просто, например, введут данные по карте и им скажут, окей, здесь, например, бедная местность, вам нужно ехать сюда. Им это достаточно поможет и сохранит им время, и деньги. Работала я над многими проектами, на самом деле. Но вот ты закончила, получила PhD. И решила искать работу уже непосредственно в программировании, ну, вот в машин-диоминге. Насколько тебе помогало громкое имя Стэнфорда в поисках работы? Я бы не сказала, что прям так супер помогало мне имя Стэнфорда, но, например, процесс подавания на работу несколько этапов. Значит, вначале резюме нужно подать, потом тебе звонят, там с рекрутинг спрашивают, как ты, что. Вот этот вот первый этап, я думаю, мне имя Стэнфорда помогало, потому что, можно сказать, из десяти работ, на которые я подала, может быть, я бы получала звонки семи-восьми в компаниях. Но потом уже процесс, когда технически идет, там уже немножко сложновато, естественно. Поначалу было сложно. Сложно. А с какими сложностями ты сталкивалась? В основном с программированием непосредственно, потому что, ну, Data Science, там нужно знать статистику, теорию вероятностей, алгоритмы сами, в зависимости от того, какая ветвь, да. Но учитывая то, что у меня нет образования в программировании как такового, да, я тоже самоучка, вот это вот мне заняло время. Какими сервисами, какими ресурсами ты пользовалась для того, чтобы изучить основу программирования? Очень большое количество в интернете есть всяких задач и практика, просто практика. Ну, какие-то твои самые любимые. А, да. Leadcode.com. That was the one. У тебя какое-то есть еще онлайн-образование, связанное с программированием? Не то, что с программированием, а с machine learning. Machine learning, это немножко... Да. Ну вот что это за образование? Значит, я Udacity, ты можешь его закончить в течение шести месяцев, в течение года, двух лет, это зависит от тебя. Это типа bootcamp или что это такое онлайн? Это, значит, там курсы, видеозаписи с профессора с разных университетов. Не то, не то, чтобы с университетов. С университетов и были люди, которые работают в Google, в Amazon. Они делают записи, ну, естественно, они там проверяют, насколько они точны и так далее. И, значит, каждой темой, после каждой темы, там нужно было закончить проект. На самом деле, не то, чтобы, как бы, вот эти лекции мне помогли выучить machine learning, но вот проекты, как таковые, да? После окончания всех этих лекций, после окончания всех этих проектов, нужно было сделать, как бы, проект своей собственной идеей. Я когда заканчивала, я сделала проект на тему, если женщина хочет родить сама, какой шанс у нее родить самой, вместо того, чтобы, в общем, делать ей кесарево. То есть, если, например, женщина беременная, приходит в госпиталь по ее анализам, по ее истории болезней, насколько у нее шанс родить самой. На самом деле, в Америке это распространенная тема, потому что 36% женщин в Америке сами не рожают. Делают кесарево. Делают кесарево. Это достаточно большой, большой процент. И, в общем, это было достаточно интересно, потому что на тот момент я была беременная, и мне было очень интересно. Да, и, да, очень понравился это мой проект, и они меня стали связывать с компаниями, которые делали machine learning, health care. И на тот момент мне было очень это интересно, вот health care, machine learning, data science. И, ну, мне как-то было не до этого, потому что я была беременна, и вот-вот должна была раньше все. Получается, у тебя был небольшой перерыв между тем, как ты закончила Udacity и пошла искать работу, правильно? Да, у меня был перерыв, и после того, как я родила, я, значит, взяла три месяца как-то от, не отпуска, декрет, да, декрет со Стэнфорда, и вообще от всего. И после, значит, после трех месяцев я как-то стала... Мне нужно было влиться в колею опять этого всего, и я, значит, стала работать над своей диссертацией опять, и стала уже конкретно думать о том, чем я буду заниматься, после того, как я закончу это. Стала работать над тем, как подать на работы в Америке и так далее. Стала узнавать, как перейти из академии в индустрию. Мне попалась вот эта буткемп в Data Science. Она здесь, в полуальту находится, inside Data Science. Достаточно тяжело в нее попасть, я подавала два раза. И там на второй раз меня взяли. Значит, как только ты попадаешь в эту программу, тебе нужно, опять-таки, сделать проект. Ты работаешь над этим проектом четыре недели, буквально с нуля до разработки своего собственного сайта, где твоя программа будет... То есть любой человек может зайти, ввести свои данные, и что должна быть будет эта программа тебе выполнить. Вот. И, значит, да. И остальные три недели, значит, они... Эта программа вводит тебя по компаниям, и ты как-то демонстрируешь образец своего проекта. И, естественно, компания узнает тебя, ты узнаешь компанию, и если им этот проект понравился, они тебя зовут на интервью. То есть это был грандиозный как-то шанс для меня перейти из академии в индустрию. И вот я так и получила работу. Но сейчас ты работаешь в какой компании? Синопсис. Синопсис. Да. Чем они занимаются? Они разрабатывают микрочипы в любых электронных девайсах. Телефоны, машины, камеры. Вот какие перспективы машин-лёрнинга и в каких областях он, может быть, полезен? В любых. На самом деле, в данный момент в любых областях. Я сейчас ушла с нефтегаза. Они стали сейчас, вот буквально год назад, они стали пытаться внедрить машин-лёрнинг в нефтегаз. А ты бы не хотела поработать? У тебя вот такой колоссальный опыт в нефтегазе. Хотела бы. Ну, опять-таки, это в Техасе, а не в Хьюстоне. Мне переезжать, сейчас мужу опять работу искать. То есть мы уже тут, уже. Посоветуй что-нибудь ребятам, которые а. хотели бы поступить в Стэнфорд. Я думаю, что в целом не так важно, на какую специальность, как важно какой-то собственный настрой. и б. те, кто хотели бы работать здесь в крупных компаниях, может быть, не в крупных, но перейти из одной специальности в другую. Что ты можешь им сказать? Поступление в Стэнфорд. Обязательно, я считаю, что нужно встретиться с профессором перед тем, как подавать в Стэнфорд непосредственно. Я не знаю, как насчёт магистратуры, но насчёт докторской. И вот сто процентов нужно встретиться с профессором. Это очень-очень помогает. Что помогает тебе найти мотивацию? Сложные проекты. Меня всегда это мотивировало. То есть челленджи, да? Челленджи, да. Челленджи, да. Челленджи, exactly. Ну а тем, кто в целом, например, сейчас находятся в одной индустрии и хочет начать программирование, при том, что уже есть некоторый бэкграунд, потому что, когда ты, ну, только там, вот тебе 18 лет, то ты выбираешь профессию, и это достаточно легко, это чертистовое. Но когда ты уже чего-то добился в какой-то профессии, и в какой-то момент ты понимаешь, что тебе хочется поменять, перейти в другое, вот этим людям что ты можешь сказать, посоветовать на своём опыте? На самом деле в данный момент очень много онлайн-ресурсов. Можно выучиться, чему хочешь. Не только машин лерни. Я помню, в Udacity был один человек, который, он работал менеджером в ресторане. То есть никакого отношения к Data Science не имел. Он закончил Machine Learning, Udacity. И я помню, он написал комментарий такой, что я бы никогда в жизни не мог подумать, что я могу перескочить из менеджера в ресторане и быть в Data Science. Желание – самый большой фактор, мне кажется. Спасибо тебе за интервью. Спасибо вам, что досмотрели это видео. Я думаю, что здесь для вас было много мотивации. Прекрасный пример, как можно добиваться своих целей. На этом всё. Подписывайтесь на канал. И встречаемся в следующих выпусках. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok